И сегодня год после переезда. От Бериси не было города моей мечты. Ой, это вообще не мой менталитет, вообще мне здесь сложно. Все-таки это мои первые серьезные отношения, вы должны понимать. Историю я свою особо не рассказывала, но вкратце вот она такая. Мне было очень и очень хорошо и прекрасно. Я расслабилась, такая думаю, о, класс! Наблюдая за грузинами, я научилась получать удовольствие от еды, чего я не делала никогда. Ребята, всем привет! Меня зовут Аня Бусил, и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у меня еще одно видео. Оно по стилю, скажем так, похоже на предыдущий год после. И сегодня год после переезда. Так получилось, что вот 21 ноября 2018 года я переехала в Тбилиси. Кто еще не знает, я переехала к молодому человеку. Вы должны понимать, что Тбилиси не было городом моей мечты. Городом моей мечты была Москва, поэтому я туда сама переехала, сама построила бизнес и сама все там для себя организовала. Но так получилось, что в 2017 году, по-моему, да, я приехала в Тбилиси, познакомилась с молодым человеком, мы стали общаться, и я переехала. В общем, историю я свою особо не рассказывала, но вкратце вот она такая. Я переехала, я год живу в Тбилиси, готова сейчас записывать это видео. Оно не будет супер таким радужным, как может показаться, но оно будет очень наполнено интересными выводами, которые я сделала за время пребывания тут. Я только через полгода почувствовала нахождение в Тбилиси для себя комфортным. И здесь тоже мне есть что сказать. Оно стало комфортным только потому, что я захотела для себя сделать его комфортным. Первые полгода я рассчитывала на то, что вот мой молодой человек будет меня везде развлекать, он будет организовывать какой-то досуг, он должен помочь мне выбрать мастеров для красоты и так далее. Но, конечно, он это все мне помогал делать вначале, потому что я не ориентировалась. И, возможно, вначале, именно из того, что он такой очень заботливый по своей природе, по своему поведению, я расслабилась такая, думаю, о, классно, да, тут в Москве я все организовывала сама, тут появился человек, который меня отвезет на массаж, мне не надо разбираться, как туда дойти самостоятельно, найдет мне маникюр и прочее. И получается, что первые полгода все маршруты были связаны с тем, куда меня он отвезет. И это немножко было непохожее на меня состояние, я только сейчас это понимаю, потому что, как вы понимаете, я когда переехала в Москву, там 22 я просто за месяц организовала себе все, что только можно. И все-таки это мои первые серьезные отношения, вы должны понимать, это мое первое совместное проживание. И это сейчас я понимаю, каким был для меня стресс, при том, что я человек, который абсолютно живет в своих интересах. То есть я живу своими интересами на миллион процентов. Мои интересы, моя работа, мои съемки и прочее. И это все повернулось немножечко. Не могу сказать, что глобально прям поменялась моя жизнь, но все же. Первые полгода я провела в пассивной позиции. И это, кстати говоря, очень читалось даже в блоге. Я сейчас тоже смотрю свои публикации, они такие ленивые, без динамики. В общем, я думаю, что я отчасти дала себе возможность немного все-таки выдохнуть после гонки в Москве длиной 5,5 лет, когда-то постоянно хочется большего, постоянно все завязано на деньгах. Я думаю, вы понимаете, об этом тоже мы можем поговорить в следующем видео, если вам интересненько. Поэтому вторым моим шагом, ну первый шаг это было признать, да, то, что я не шевелюсь особенно здесь, и я не работаю над тем, чтобы моя жизнь стала интересной. Второе, я стала организовывать себе все моменты, касающиеся маникюра, окраски волос, спорта потом уже, впоследствии, любимых кафе для завтраков. Я стала сама себе организовывать, я стала просто ходить, исследовать город, формировать свое представление, в одиночестве, надо сказать, но это не мешало мне, конечно же, интересно проводить досуг, потому что я начала больше работать, я начала больше выходить, и как-то вот постепенно себя, честно сказать, раскачала в этой теме, сформировала свои любимые места, сформировала какие-то свои ритуалы, которые повторялись, и стала экспериментировать и адаптировать свой стиль даже в одежде под текущие условия, потому что я переехала первые полгода, вот как я там из Москвы приехала, у меня был какой-то гардероб, что-то я покупала, но я жила как будто бы еще в Москве. Здесь все-таки немножечко другой климат, другая атмосфера, они по-другому одеваются, и я стала смотреть на людей. В начале я такая думаю, ой, это вообще не мой менталитет, вообще мне здесь сложно, ну, это отдельное видео. Вот так, вот я стала немного адаптироваться, и с июня я стала с кем-то знакомиться в Тбилиси, у меня есть несколько приятельниц здесь, в общем-то, мне этого вообще достаточно, но при этом иногда, когда мне хочется куда-то выйти, интересно провести досуг, я могу с кем-то связаться и это сделать. Конечно же, третий важный момент, это плюс в погоде. Вот, ребят, я снимаю видео, 9 ноября сегодня, по-моему, да, и сейчас светит солнце. Представляете, я вот сейчас ходила на улицу, пошла, выпила кофе на террасе, внимание, я выпила кофе на террасе, в плаще, вот свитер, и сверху был плащ, светило солнце, я была в солнечных очках, мне было очень и очень хорошо и прекрасно, и это нереально классно действует на настроение, на продуктивность, все мои подружки в Москве просто каждый день мне рассказывают о том, как им тяжело в дождях, в этой пасмурной атмосфере, а я себя офигенно чувствую, у меня просто перед Новым годом у всех запара, и я помню это состояние перед Новым годом в Москве, когда ты носишься, когда ты просто в темноте постоянно, в метро, в такси, на улице в 3 часа уже темнеет, сейчас я снимаю, кстати, пол четвертого, ну к шести начнет понемножку темнеть, это очень комфортно, это невероятно комфортно, это невероятно продуктивно, и это, опять же, увеличивает мой доход, то есть у меня есть силы, у меня есть энергия делать все, что я запланировала, а не тупить в инстаграме, не смотреть кого-то, и я всегда говорю, что мой любимый просто девиз, который я сама придумала, вместо того, чтобы смотреть чужой контент, делай свой контент, и вот здесь я полноценно, абсолютно делаю свой контент, потому что, если на это силы в Москве, это так невозможно было, просто невозможно было. Еще четвертый пункт из плюсов, то, что Тбилиси такая большая деревня по московским меркам, ну это как один район Москвы, и здесь все рядом, то есть я здесь не соприкасаюсь, ну с общественным транспортом, вообще я была один раз в метро, чтобы вы понимали. Такси я использую для передвижения больших, но передвижения длинные для меня и большие, это в районе там 10 километров, все, что до 5 километров я хожу пешком, мне абсолютно комфортно, я гуляю, я смотрю, я иду в любимую кофейню, и мне супер классно. Соответственно, из этого вывод, что я не трачу время на дорогах, я не стою в пробках, и честно говоря, я настолько уже, знаете, здесь адаптировалась, что у меня, когда я, например, с молодым человеком куда-то еду на машине, вот далеко, и меня начинает немножко качивать в автомобиле, потому что мне настолько клево вообще дышать воздухом постоянно, то есть я здесь настолько экономлю время, силы, точнее не трачу, да, почему экономлю, не трачу просто. И все мои силы идут на создание, а не на то, чтобы поддержать свое здоровье, и сохранить его, потому что я помню, что в Москве я натурально могла сидеть 2 часа в такси, и мало того, что время препровождения в такси занимало 2 часа, это стоило там 3000 рублей, и ты уставал, просто приезжая домой через пробку, ты уже устал, а я здесь не трачу эти силы, понимаете? Из минусов, конечно же, здесь не очень хороший сервис, здесь все медленно, бизнес с грузинами это вообще отдельная история, потому что моя подружка работает в туристическом агентстве, и у меня есть приятельница, у которой бизнес в Берисе, это, конечно, вообще отдельная история, я пока здесь не планирую никакой офлайн, у меня есть план другой немножко, и я, скорее всего, буду осуществлять, но, конечно же, работать с Россией, поэтому напрямую как бы с менталитетом я не соприкасаюсь, то есть у меня нет работодателя, у меня нет там еще чего-то, то есть это вообще обходит меня стороной, и это минус 90% каких-то некомфортных историй, допустим, то же самое с сервисом в ресторанах, привыкаешь, ну, несут они салат иногда долго, но, опять же, в хорошем ресторане не будут нести слишком долго, но, знаете, вот не принесут этот салат, но там будет нереально вкусный салат, со свежайшим там сыром, помидорами, и все это просто будет супер вкусно, что тебе плевать, сколько его несут, в Москве же ты можешь дать 30 минут, так же, но принесут тебе какой-то, я не знаю, прям невкусно будет, поэтому, да, сервис не такой, как в Москве, но это не смущает, тоже вот некоторые говорят о том, что здесь слишком дешево, я бы не сказала, что здесь слишком дешево, в ресторанах здесь в хороших, действительно, цены примерно, как в Москве, поэтому точно нет продукта, да, некоторые дешевле, просто потому, что они здесь растут. Это мои такие основные выводы, и в первую очередь, я весь этот год наблюдала за собой, за своими какими-то реакциями, за своей адаптацией, я здесь в том числе продолжала поддерживать свой вес, и тоже мне говорят, как ты живешь в груди, и остаешься в одном весе, да, блин, когда ты ешь вкусно каждый день, у тебя доступ к вкусной еде каждый день, ты не будешь обжираться, наблюдая за грузинами, я научилась получать удовольствие от еды, чего я не делала никогда, у меня не было культуры потребления вкусной еды, кушать медленно, зная, что тебе нравится, распробовать еду, да потому что на самом деле не везде, там, где я жила раньше, была вкусная действительно еда, здесь везде вкусно, вот такие мои выводы, пишите в комментариях вопросы, и я буду готовиться к следующему видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, подпишитесь на мой инстаграм, если вы вдруг по какой-то причине там еще не находитесь, а мы увидимся с вами в следующем видео, пока!